Это осложнит отношения не только США, это осложнит отношения с Европой, это осложнит отношения со всеми нашими партнерами по двадцатке, безусловно. Россия здесь в совершенно патовом положении, я бы сказал, еще хуже, в безнадежном положении. Сирия является нашим главным союзником на Ближнем Востоке, там расположена военно-морская база, сирийские военные проходили подготовку обучения здесь, в России, и военные сотрудничества имеют очень длительную, долгую историю. Отказаться, сдать сирию России не может. Беда России в том, что она делает ставку на людей, на режим авторитарный, диктаторский. И вот сегодня, сегодня это служит ей очень плохую службу. Ну и желание, как бы, всегда, скажем, идти поперек американцев и европейцев, тоже это плохо, потому что, как бы, так сказать, понятно, что, допустим, в той же Ливии. Но вот наша морально-психологическая поддержка Ливии нам ничего не дала. То же самое произошло по Ираку. Вот мы поддерживали Ирак, и наши компании имели там серьезные контракты, серьезные бизнес-интересы. В Ираке все равно не удалось удержать режим, и там России сейчас нет. Ее просто вытеснили, и все то, что там выгодны для национальных интересов, то есть оказалось выгодным для национальных интересов других стран той коалиции, которая, собственно говоря, и сегодня управляет многими процессами в Ираке, или, по крайней мере, имеет приоритеты и льготы. Мы опять оказываемся у разбитого корыта. Но здесь сдавать Сирию Россия не может, иначе она просто полностью потеряет лицо на Ближнем Востоке. И здесь уже наша, как говорится, такая планита. Да, мы вроде бы эти контракты заключили давно, вроде бы мы должны поставить С-300 давно по этим контрактам. Понятно, что эти С-300 весьма эффективные комплексы для уничтожения самолетов и ракет противника. Понятно, что это вызовет огромную озабоченность на Западе. Они не привыкли бросать в бой на танки, как говорится, пехоту. Они стараются избежать потерь в любой войне, в любом военном конфликте, в отличие от нашей страны, которая всегда воюет за счет огромного числа жертв. Поэтому проблемы будут очень серьезные. Проблемы будут очень серьезные, но я не знаю, что можно сделать в ходе переговорного процесса. Может быть, надо было раньше договариваться с американцами, что мы не можем сдавать Сирию, но нужны какие-то иные механизмы. Но совершенно очевидно, что вряд ли режим Асада, Башара Асада, вряд ли он удержится. Вряд ли он удержится, потому что слишком далеко там все зашло в Сирии. Надо было раньше это делать, надо было раньше отпускать в ОЖИ, надо было раньше проводить конституционную реформу, надо было раньше демократизировать страну. Тогда бы ничего не было. И тогда бы наши позиции там были железобетонные, сотрудничество развивалось. Но Россия, к сожалению, будучи сама авторитарной страной, страной, вышедшей из жесточайших диктатур, не понимает этого. А в результате мы теряем одну позицию за другой и в Африке, и на Ближнем Востоке, и в Азии. Это результат нашей недальновидной политики, не умения построить, во-первых, себя нормальное управление страной, и не умения научить этому других.